Итак, добрый вечер. Добро пожаловать всем присутствующим. Меня, кто знает, кто не знает, зовут Артем Кирпичен. И наша встреча сегодня будет посвящена Великой Октябрьской социалистической революции в международном контексте, потому что день близок, уже через 7 дней будет столетие той знаменательной даты, после которой все уже не были. И благодаря которой страну под названием Россия будут вспоминать еще через 500, через 700, через 800 лет. То есть будет скорее всего самого главного события в истории данного государства, данного региона. И мой сегодняшний доклад будет посвящен рассказу о Октябрьской революции в международном контексте. Но это будет не рассказать не о том, как Октябрьскую революцию воспринимают современники, о том, как ее воспринимали Знадшоу, Черчилль, другие гампи, другие фигуры того времени, а именно показать ее место в процессе мировой революции, которая разворачивалась в первой половине 20-го столетия. Вообще, нужно я вам сказать, что Великие революции это не были изолированные явления. Каждый представитель правящего класса вам предупредит, что беда одна не приходит. Вместе с одной революцией приходят и другие революции. То есть и революции идут потоками, идут цикла. Почему? Потому что, как правило, революция это следствие регионального или глобального социального, экономического и политического кризиса. Вот сегодня мы празднуем 500 лет. 5 столетий со дня знаменитого события, начала реформации, которая, в общем-то, тоже была революцией. Что? Сегодня? Сегодня? Или вчера? Да? Да. Вот. У меня поправили, кто-то из людей есть. Соответственно, щебневайцы, которые могут уточнить эту информацию. То есть, во всяком случае, в эти дни мы празднуем 500-летие данного замечательного события. На самом деле, реформация это и было начало целой череды революций, которые начались в начале 16 века. То есть, крестьянская война в Германии, затем восстание коммунароса в Испании, гражданская война во Франции, которая, в общем-то, тоже имела бы очень глубокий социально-экономический корень. И, возможно, при некоем другом исходе французская буржуазная революция произошла бы на 200 лет раньше. Разумеется, революция в Нидерландах и революционный процесс 16-17 века, он завершился, как известно, на английской буржуазной революции 1640-х годов. Причиной этого периода воинной революции был, во-первых, глобальный кризис фиатальной системы, который начался уже с 15-го столетия. И второе – это экономические изменения, прежде всего, революция цен, которая произошла после открытия Америки, после того, как золото, американское хромонное и европейский рынок произошла. Инфляция, которая прошла с запада на восток, мы можем просветить, как волна революционных правил потрясений. Преступление, она также развивается сначала Испания, Франция, Нидерланды, и потом начался на 100 век, это такой до восточной Европы, и мы имеем следующее время в России, и потом в Польше. После этого у нас следует 100 лет реакции, которая нашла свое выражение в форме абсиментистской диктатуры. То есть все-таки феотанизм, он в большинстве странах смогут держать свою власть, однако уже в новой форме, именно в форме абсолютистского государства. То есть это будет первое регулярное полицейское государство, которое мы сначала увидели во Франции Ледовика XIV, потом в небольших немецких нежествах, и уже по немецкой модели это было скопировано Петром I в России. И новая революционная волна у нас начинается во второй половине XVIII столетия. Сначала это американская революция, затем идет Велико-французская революция, но надо сказать, что одновременно происходит еще несколько выступлений, которые остались на заднем плане. То есть американская революция и Велико-французская революция на несколько каких-то оттеневок этих событий. Но, скажем, были выступления в австрийских Нидерландах, были революционные движения в Голландии как раз накануне Великой Французской революции, что в дальнейшем способствовало успеху продвижения революционных армий. Ну и, конечно, на волне Великой Французской революции был процесс революции сверху, то есть эта французская армия продвигала революционные гибели по всей Европе. И, конечно, была попытка неудачной революции в Голландии, если я не ошибаюсь, в 1799 году, и затем последовала волна революции в Латинской Америке. Дальше мы тоже знаем, что контрреволюционные силы победили в 1814-1815 году, в вас в этом случае, в Европе. И когда у нас появилась революционная волна, это 1848 год, весна народов. Большая часть историков считает, что данные события были ограничены 1848 годом. С моей точки зрения, опять же, мы имеем чуть более продолжительный процесс, и в этот период можно включить и события объединения Италии, и гражданскую войну США. И все это заканчивается в 1870-х, в первом году Парижской коммуны, то есть период, который делал примерно 20-25 лет. После этого снова у нас происходит стабилизация правящих режимов, и наступает то, что называется «белая прекрасная эпоха», то есть капиталистическое общество стабилизируется в глобальном масштабе, наблюдается достаточно заметный экономический рост по всему миру. Вот это вот эпоха Вильгельмцайт в Германии, то есть правление Вильгельма, чем-то военное время Россия, которую мы потеряли, эпоха французской булки, и конец ее приходится примерно на начало 20-го века. С начала 20-го века мы видим новую волну революции. И, в принципе, сегодня и несколько раньше целый ряд историков, многих и грациозиков, причем, как ни страны, историки правых летов, они отмечают, что мы не можем говорить о какой-то изолированной революции, о изолированных революциях 18-21-го. Мы можем говорить о целом процессе мировой гражданской войны, которая началась в первых годах 20-го века и закончилась в 1956-м году. То есть я не считаю, что вот только после 1956-го года, после мятежа в Вильгрии, наступила некая стабилизация. Хотя я бы сказал, что после этого еще началось движение в Африке, антираколониальные революции, то есть в глобальном плане революции продолжались в Вильгрии в общем-то до середины 70-х годов. И что мы видим в начале 20-го века? Мы видим целый ряд выступлений. То есть это, во-первых, русская революция 1905-1907 года, революция в Персии 1906 год, революция в Курции 1908 год, революция в Китае 1911-1919 год, мексиканская революция, очень масштабные события, в которой мы свяжем около миллиона человек, и сегодня гражданская война, которая заняла несколько лет. Затем мы видим крупные выступления в западноевропейских странах в восстании в Барселоне, привет каталонцам, в 1909 году, красные недели об Италии в 1914 году, и всеобщая стачка Петербурга в 1914 году, в которой ряд историков, например, Леопольд Хайлсон, считаются преддверием революции февральской революции. То есть они утверждают, что если бы не ряд субъективных факторов, то русская революция произошла бы в 1914 году, а не в 1917 году. Что послужило причиной этих выступлений? Прежде всего, которые, опять же, проходили по всему, как мы видим, земному жару, то есть мы видим выступления в Америке, мы видим выступления в Азии, то есть Италии, Пурции, Персии, мы видим выступления в Европе. То есть, по-первых, это противоречие между трудом и капиталом. То есть рабочий класс во многих странах Европы, Азии, Америки, он перестал быть классом в себе, он стал классом для себя. То есть рабочие стали многочисленными, у них появилось самосознание как у рабочих. И кроме того, рабочие уже на тот момент имеют достаточный уровень образования, самоидентификации, чтобы заявить свое требование не только на какие-то социальные льготы, преференции, не только на достойную жизнь, но и на управление производства. То есть, грамотный рабочий на тот момент стал осознавать, что он, в принципе, может отправлять в паблики, вместе со своими товарищами, не и членами хозяина. Это такой вот важный момент. Затем вторая проблема, опять-то, феодальные противоречия. То есть, даже в самых развитых европейских странах, Германии, Германии, Беликобритании, существовали многочисленные феодальные гражданки. Можно привести такой интересный пример, что значительная часть правящего А-класса, феодального правящего А-класса, который, существовав в 14-15 веке, продолжался считать в палате лордов и в банкистских министерствах в начале века 20-х. То есть, последний консервативный кабинет министров на конец 19-го века могли создать примерно из потоков тех же людей, которые сидели, ну, если бы не за круглым столом короля Архура, то, наверное, в Совете Генриха V или Тюдоров. То есть, старая аристократия в политическом, если не экономическом смысле, продолжала сохранить свои позиции. Затем мы знаем, что феодальные отношения экономические, прежде всего, аграрные, они существуют не только в России, в Азии, они существуют во всеместном, но и существуют во многих странах в Восточной Европе, они существуют в России, они существуют в Польше, они существуют в Ингрии, где еще остаются огромные феодальные латифудии. и, наконец, существует еще национальный вопрос, то есть, начало XX века, это эпоха империй, многочисленные народы Азии, Африки и Латинской Америки, они требуют самоопределения, они находятся в зависимом полуколониальном или колониальном статусе. и, то есть, мы уже видим, что как бы уже до Первой мировой войны глобальный миропорядок на тот момент был, как говорится, многочисленным атакам со стороны революционных сил. Популярна точка зрения, среди ужасных историографии, что революция 1918-1921 года, они были вызваны прежде всего мировой войной. То есть, если бы не произошла мировая война, то старые режимы продолжали бы существовать и в их форме. Но, как мы видим из приведенного списка, это не совсем так, то есть, уже до Первой мировой войны было большое количество революций. И, с моей точки зрения, Первая мировая война, она не ускорила революционный процесс, она его заметила. Примерно на 3-4 года. То есть, огромное количество рабочих в развитии страны было мобилизовано, отправлено в армию. То есть, революционные силы были заняты на фронте, также была женистическая истерия. Социал-демократы, они совершили знаменитые предательства, они поддержали свои правительства. Но, война это как наркотик. То есть, с одной стороны, он на какое-то время отдал силы старого режима, но после этого началась ломка, то есть, ситуация ухудшилась. После 3-4 лет боли, массы поняли ее бессмысленность, режимы перестали действовать эффективно, то есть, они не могли даже обеспечить свои воевающие армии. И в больших странах, они разочаровались в существующих всем буржуальных правительствах. И мы видим новую волну революции, которая начинается в 1917 году. Хотя, можно сказать, что она начинается еще в 1916 году. Потому что восстание в Дублине, начало Ирландская революция, она началась как раз уже в 16-м году. И обычно историография тогда отвечает, ну вот, была революция в Россию, была революция в Германии, была революция в Веке и в чем. Ну, это абсолютно... Что? В Португалии? Ну, в Португалии там, если все было революции, там просто нарктисты переставляли всю королевскую семью. Ну вот, и за неимением королев пришлось провозглашать республику. Ну, как я сказал, был достаточно большой список революций, которые действительно были до 1914 года. Ну вот, в 16-17 году начинается новый революционный этап, который очень не ограничивается событиями в России, Германии и Веке. То есть, мы видим одновременно происходит революция Финляндии. То есть, некоторые считают, что революция Финляндии была частью русской революции, однако модно ее распространено точно так же, как и отдельные революционные события революция Финляндии, гражданская война в Финляндии. Мы видим выступления в 1918 году в Голландии. Кто бы подумал, в них, мол, эти черти водятся. Однако там были масштабные выступления солдат, которые держали на голодном паке в казармах. Вот они поставили, создали солдатские советы, но, как всегда, социал-демократия, все спустили на тормозах. Советы даже возникали в то время в Норвегии, в Дании, в других странах Северной Европы. Затем, в 1918 году мы имеем всеобщую забастовку в Канаде. Причем это единственная всеобщая забастовка за всю канадскую историю. В 1919 году мы имеем забастовку в целом рядных регионов на Соединенных Штатах Америки. И я хотел бы отметить, что когда мы говорим о всеобщей забастовке, мы имеем в виду не то, что понимаем всеобщей забастовкой сейчас. Бастуют несколько государственных компаний во Франции, в Италии, а большая часть населения этого практически не замечает. Нет, речь шла, по сути дела, о гражданской войне в миниатюре. То есть рабочие брали под контроль местные органы власти, сдавали свою милицию, брали под контроль булочную, начинные, то есть занимались распределением продовольствий. В свою очередь правительство и буржуазия направляло борт в войска, полицию, шли настоящие боисты. То есть анархисты недавно в то время говорили, что всеобщая забастовка это репетиция революции и гражданской войны. В какой-то степени я готов согласиться с данным определением. В 1917-1919 году начинается так называемое «красное дублетие» в Италии. То есть опять же может быть гражданская война обменять в целом ряде итальянских регионов рабочие местные советы закладывают города, провозглашают республики в отдельных городах. Рабочие, прежде всего, на севере, в Милане, в Турине, берут, поскольку контрольные заводы, идут уличные бои между правыми и белыми. Происходит массовое выступление в Аргентине в 1919 году, так называемая «трагическая неделя», когда в уличный порядок между рабочими и полицией погибло несколько по сути, не человек. Но я хотел бы подчеркнуть, что события того времени также происходят различные события на перенескопе, полуострове, восстание новочисленных рабочих в Испании, всеобщие забастовки, которые продолжаются фактически до установки диктатуры прямо до рельера в начале 1920-х в 1915 году. И стоит отметить, что эти выступления затягивали не только Европу, то есть революционный процесс, он был глобальный. Одновременно начинается движение в колониях, это в 1918 году происходит выступление в Индии, выступление в Китае, восстание в Египте в 1919 году, антиоколитаниальное против фактически британского правления этой стороны. Происходит турецкая революция, революция тюрка, то есть Османской империи положен конец, рождается современная светская Турция, происходит также знаменитые рейсовые пункты в Японии в 1919 году. То есть когда публицисты и буржуазные исследователи говорят, ну вот Ленин был таким этапистом, видел мировую революцию, непонятно где он ее взял, но на самом деле для современников факт, что происходит глобальный революционный процесс, не было никаких сомнений. Это мы можем легко подтвердить по мемуарам очевидцев, которые одни с надеждой и другие составляли страх, написали да, мировая революция, но вот-вот сейчас произойдет она, мировая революция на пороге. У всех вот этих революционных процессов было несколько общих моментов, которые я хотел бы отметить. Прежде всего наиболее успешные революционные перевороты произошли на полупериферии католистического мира католистического того времени. То есть в тех регионах, в тех городах, которые можно было бы охарактеризовать как слабое звено капиталистической системы. То есть вот Петроград, где произошла наша октябрьская революция, это было действительно слабым звеном капитализма. то есть с одной стороны столица огромной абсолютистской полуфеодальной империи с архаичными институтами власти, с другой стороны это современный индустриальный промышленный центр с высокой концентрацией пролетариата, числа рабочих по-моему достигло 200 тысяч человек, а пролетариат образованным, пролетариатом, который знал о своих правах и благородов их отстаивать. С городом, в котором находилось большое количество революционных интеллигенций. Другие, например, известные места выступления это Венгрия, опять же Будапешт. С одной стороны Венгрия отсталая страна, с латифундиями, с уменьшенными аресьянами. С другой стороны Будапешт на тот момент был уголок отбивающийся город, опять же важный промышленный центр Австрофекрии, с большим количеством рабочих, значительно число из которых были немцами. И, кстати, такая же ситуация была и в Петрограде. И евреи. Ну вот. Евреи сыграли важную роль во всех этих процессах. А, кстати, следующий пункт, о котором я хотел бы отметить, что рабочий класс на тот момент является глобальным. То есть процесс миграции в конце 19-го, начале 20-го века были гораздо более выражены, чем они должны быть сегодня. То есть был действительно глобальный, свободный рынок рабочей силы. Хотя сегодня капиталисты, они говорят, что мы за свободное предвижение всех товаров, но вот почему-то свободного предвижения рабочей силы, это для самых главных товаров, у нас не наблюдается. Ну вот. Что-то ребята выступают против собственной песни. А тогда, да, рабочие как бы совершенно свободно миграировали по всему миру. То есть итальянские рабочие могли ехать в Аргентину, поработать там несколько месяцев, потом возвращаться обратно себе в Усталью после заработка. Китайцы ехали работать в Соединенные Штаты. И вот эти рабочие миграенты, они сыграли очень важную роль во всех революционных событиях, которые происходили в той же эпохе, можно вспомнить. Китайцы, которые сыграли роль в нашей русской революции, итальянцы, мигаранты-анархисты сыграли заметную роль во время революционных событий в Латинской Америке. Также там отметились испанцы-анархисты, которые мигрировали в Аргентину. Было много евреев, латышей, диаспоры, которые были достаточно сильно радикализированы. Но можно еще добавить особую роль военнопленных. То есть, опять же, военнопленные это были рабочие крестьяне, которые прошли через МИАССР по Первой мировой войне. Многие из них прониклись социалистическими идеями. И мы знаем, что с одной стороны русские военнопленные принимали участие в боевых действиях на стороне Советских Республик, Генгрии, Павары. С другой стороны, мы знаем, что многие части военнопленные принимали участие в гражданской войне в России на стороне Красных. Ну и, наконец, добавим такой момент, что офицерский состав революции на тот момент он тоже был глобальным, он тоже был интернациональным. В принципе, эти тенденции существовали уже с 19 века. революционные диаспоры существовали уже с 19 века столетия революционные диаспоры. Люди типа Бакунинда, Карл Маркс и Гарри Бальди, которые продвигались из страны в страну, из страны в страну, и принимали участие в революционном движении. То есть их отечеством было все человечество. И революция в Италии, революция в Испании, революция в России, революция в Швейцарии. Это было их делом. Они принимали в революционном процессе по всему миру. И такая же революционная диаспора, она существовала и в начале XX века. Мы можем вспомнить таких людей, как Анжелика Балабанова, Сергея Артема, который был активистом революционного движения в Австралии, прежде чем вернулся на Украину и стал ожидаем сепаратизм. Мы вспомним таких людей, как Белошатова, Евгения Ревине, который был лидером баварско-советской республики. То есть, все вот эти мировая революционные процессы, они были очень тесно связаны с другом, а также на личностном, на человеческом уровне. Однако, в конечном итоге, эта мировая революция потерпела поражение. То, что мировая революция потерпела поражение, это, так скажем, не декстрофа. Это происходит периодически. Давайте вспомним, что, скажем, революция 1848 года тоже большинство потерпела поражение. Революционные процессы в 16-17 веке тоже. Крестьянская война в Германии, революция Коронарус в Испании тоже закончилась неудачей. То есть, неудача революции это рабочий момент. Но то, что революция закончилась неудачей, это не отрицает тот факт, что сама революция имела место. Почему революции начала 20-го века потерпели поражение, на этом нет несколько причин. Прежде всего, в революции не приняли участие такие важные державы, как Англия и Франция. То есть, державы, которые одержали победу в Первой мировой войне. И, как мы знаем, в дальнейшем их вооруженные силы в целом рядах участвовали в подавлении революционных движений в целом регионах. То есть, например, французы принимали активное участие в гражданской войне в России на стороне белых. и, за счет полученных в результате первой мировой контрибуции шиналистического удара, они смогли подкупить рабочую аристократию, лепушку рабочего класса, и стабилизировать положение своих стран. Хотя, стоит отметить, что и во Франции, и в Англии в тот период, в 1918-1919 году, были мощные пролетарские выступления. Например, в Шотландии в Глазго были мощные рабочие волники, многие из которых были связаны с демилибализацией солдат с фронтов Первой мировой войны. Затем, второй фактор, почему подъявила контрреволюция заключается в том, что война дала массовую базу и для контрреволюционного реакционного движения. Прежде всего, это были ветераны, люди, которые после окончания боевых действий и единственное, что знали, это убивать. Никакой профессии у них нет. Возвращаться к миру они не хотели. И вот эти ветеранские организации создали костяк реакционных во многих случаях будущих фашистских или протофашистских организаций. То есть это фрайкорг Германии, это американский регион Соединенных Штатах, который громил индустриальных рабочих мира занимался погромами Красной. Это фашистские организации в Италии. Кстати, знаменитые батальоны смерти в России тоже, в принципе, из штурмовых отрядов Первой мировой войны. Да, в значительной степени была к тому же. войны в Европе были еще рядовые на самом деле, числа мелких буржуратиков. Даже само Соленев, по-моему, сержанты заслуживаются не больше. То есть, опять же, против тезисов, что революция была поражена войной, как раз во многом отношении война была важным фактором, который играл против революции. И, конечно, важным фактором, который стал на пути революции, это было отсутствие революционных партий и предательство задал демократов известных. Которая особенно ярко проявила себя в Германии. Мы, конечно, после советского опыта можем критиковать партийное строительство, можем критиковать какими авторитарными устройствами многих партий, но все-таки надо признать тот факт, что партия это единственная система организаций пролетарщиц, которая совершала на XX веке революцию. Какую-то другую, я имею в виду социалистические пролетарские революции. Другой их форм организации революционного мандарта мы на данный момент к сожалению не знаем. Если будет создан новый, я буду очень рад. Единственная партия пролетарская, которая была адекватно вызвала у времени, это оказалась партия большевиков России, которая добила русскую октябрьскую революцию до победного конца. и именно победа октябрьской революции, она определила дальнейшее развитие событий, то есть именно благодаря ей революционный процесс, он не закончился в период 1918-1921 году, он продолжался еще фактически до второй половины XX века. то есть русская революция, она оставила и фактор Советский Союз, в дальнейшем сам факторе его существования, он продолжал оставаться стимулом глобального революционного процесса, который продолжался на протяжении следующих десятилетий. И вот в принципе та информация, которую я хотел бы вам сегодня представить, и сейчас я был бы про какие-то на протяжении У меня такое ощущение сложилось, когда я читал книги, те страны, в которых, скажем, революционные партии отдавали землю крестьянам, они практически всегда побеждали. Даже Ататюрка отдал землю крестьянам, Ленин отдал, в Венгрии не отдали, Фидель Кастро отдал землю крестьянам. Понимаете, вот такое ощущение, как бы, по-моему, Мао Цзэдун тоже вроде что-то такое сделали. Нет, аграрная, говорится, на корречной игралке тоже очень. Дело в том, что, понимаете, если вы не даете им землю, то они в Испании не отдали землю, и крестьяне более-неболее оказываются во вражеском лагере. Понимаете? То есть, вот это такая коренная, коренная ошибка, то есть, целый класс просто раз, до свидания, а он же очень многочисленный, понимаете? Аграрный вопрос, да, он тоже был достаточно важен. Но, я бы сказал, что во многих случаях к решению просто даже не успели прийти, потому что, мы знаем, что революция, скажем, в Баварии, и векре, они были достаточно сильно подавлены контрреволюционными силами, вот это. Ну, я просто просил пример приведу про христиан, да? Ну, у нас христианские партии в стране были, эсеры. А какой вообще ложным был эсеров в отношении христианства? Ну, что было, да? Они вступали за социализацию земли, а вовсе не за черный передел, ну, в классической такой форме, да, в форме 1880 года. А почему партия социалистов и революционеров за 30 лет, ну, вот эта вот работа с крестьянами, агитация крестьян, абсолютно неудачная, в начале, более удачная, в конце, это партия, которая была очень близка к крестьянам, потому что огромное количество, ну, мы не будем про террористов, да, было огромное количество людей, учителей, врачей, мелких чиновников в голосе, на волосном уровне, члены партии, либо симпатизантов партии, почему они, в конце концов, вот эту выработку социализацию земли. Ну, как бы, это очень просто раздать землю. Ну, в принципе, никакой проблемы черного передела же нет. Это действительно мечта всех крестьян, черный передел, да. Ну, так как вот провели, значит, типа, на каждого редака, значит, делиться и все. Проблема в том, что и опыт Советского Союза тоже показал, что, как бы, ну, если есть рынок, то через 5, 7, 10 лет от вот этой вот крестьянской идиллии, ну, то есть, ничего не остается. Вообще. Ну, то есть, конечно, понятно, что все хотят занимать крестьян. это правильно. Но партии, которые всерьез думали, что делать через 10 лет, они, на самом деле, понимали, что через 10 лет вся земля еще быстрее, чем было раньше, соберется у кулаков. Да, и так произошло, и так произошло. Почему? Почему, казалось бы, уравнительные миры, да, они привели, на самом деле, концентрация сельского капитала везде. Это было и в России, это было и в Прибалтике, где, например, в Латвии вообще у христиан в принципе не было земли даже до революции, и потом была война с немецким ополчением, с тем самым прайконом, который, как бы, землевладельцев классом был. Они победили, добились землю, и тем не менее, к 1939 году произошла земля, опять третьих христиан осталась без земли. это проблема, дело в том, что рынок это действует очень быстро. Дело в том, что даже, как бы, в идеальной схеме, если ты не только землю получаешь, если у помещика еще и лошадь удалось это поделить, что реже бывает, потому что, ну, понятно почему там, война там прошла, да, как бы, а если у тебя лошади нет, то ты эту землю все равно отдашь. То есть, отдашь, отдашь. если есть наша земля, то, на самом деле, сколько народу вот в это время с гражданской войны вернулось без рук, без ног. Медицина, значит, вот этой вот эпохи, она, ну, известно какая, да, топора, пилу берут, и это, если его начали во время пилить, значит, ты выживешь. Не начали пилить, значит, ты покойник. Сколько в России, сколько в Германии, сколько во Франции, вот именно, после первого, после того, меньше, был инвалид. И если единственный мужчина в семье, значит, у него руки нет, то что же происходит, значит, с его наделом, ну, который землей выделен на его детей, на его жену, это просто проблема. И, на самом деле, это не значит, что, как бы, надо сказать, было как в Венгарии крестьянам, значит, давайте строить это коллективное хозяйство, да, а пока вы потерпите, да. Конечно, как бы, конечно, нужно искать компромисс, искать возможности, но факт состоит в том, что, и, между прочим, и большевики, которые, землей-то крестьянам, вроде как дали, да, а, тем не менее, помещичьи хозяйства, где могли, не разделили, а пытались создавать госхозы, пытались создавать собхозы, и, между прочим, ну, разные, как бы, разные, это были собхозы, и были ужасные провалы, и было вот это то, что Платона подписывает там, в Телегуре, да, но было, и были, на самом деле, очень крепкие, очень, очень удачные хозяйства, на самом деле, особенно в конемодстве, где на Умпри, была большая, да, были зерновые хозяйства, на Украине, ну, где и спасло производство, то есть, как бы, знаете, это, конечно, понятно, что христианин хочет землю, это правильно, но, как бы, вопрос в том, что будет через 7-10 лет, вот это вот, можно я скажу, что, да, я скажу, дело в том, что, частной собственности в России на землю нету, и в Финляндии до сих пор нету, частной собственности, нету, поэтому нельзя продать землю, крестьяне, это что, дураки, что ли, они сразу понимали, что если отдать землю, он ее заложит и продаст, а не только вот, ты работаешь, на вот, тебе этот самый, наедоков выделили участок, и делай с ним, что хочешь, а продать ты его не можешь, вот в чем дело-то, не было частной, как она у них у кулаков соберется, это должна быть, и объясняю, должна быть частная собственность, правильно? Так за аренду ты, так за аренду, подождите, стойте, за аренду ты получишь чего-то, правильно? То есть, я условно говоря, я без руки, но я сдал свой участок, он мне же, подождите, я говорю, подождите, я же молчал, правильно? Ну вот, ну вот, понимаете, что ты что-то получишь, это же не просто так, деньги ты не можешь получить, в том смысле, что ты навсегда отказался от своего участка, нет, они даже вплоть до того, что, по-моему, уходили в города, возвращались, им опять давали эти участки, которые, он потому что был член общины, понимаешь? А Финляндия, только что, буквально там, не знаю, 15 лет назад, там, умер там, ну, знакомый там, финн, а старшему сыну должно было перейти, а собрались, они сказали, он строитель, он ездит по всяким странам, ему не надо землю, отдайте младшему, и младшему отдали, и все. Ну, понимаешь? Ну, где тут эта самая, продажа какая-то еще? В той же самой Турции, да, есть, но только что, они, например, сдают ее в аренду, там, целыми кусками, там, на 50 лет, а через 50 лет, или сколько там, переходит, возвращается тебе земля вся, и еще все, что построено на ней, все тоже твое. Ну, понимаешь, а ты же рассказываешь, что, как бы, не было частной собственности, вот в чем беда-то. Много страны не было. Да, в Германии вот была, поэтому там, какой смысл, кому давать землю-то? Они уже, такие помещики, просто, понимаете, попался справочник по архитектурной форме, и на первой странице, значит, такая картинка, высоченный забор, каменный, высокий дом, трехэтажный, еще что-то, я думаю, нифига себе, такой феодал, а читает крестьянскую усадьбу. Понимаете, ну, как вот таких крестьян? Ясное дело, им же ничего не надо, им только, как сказать, порядок, не дай бог, чего тащат. А все-таки, а чем долгосрочная арена принципиально отличается от продаж, кроме того, что могут вернуть? Вы тот же самый, безрукий, вернувшийся с войны, и вам во многих случаях выгоднее на 3-5-10 лет с аренды платы вперед, это мало чем отличается от продажи, через 10 лет будет то же самое. Что тут будет? Так нету частных существ. Ну, не частные, собственно, пользуетесь, да вы, ну, доход арендатора, тот, кто взял в аренду группного хозяйственника. А вы-то что-то получаете? Ну, во-первых, вы чаще всего возьмете деньгами вперед, нет, слушай, вот давай не будем говорить, не будем говорить, что они там возьмут, но факт, он будет получать, правильно? А это уже его дело, как он говорит, но будет получать. Не, ну, я объясняю, он будет получать? Нет, подожди, он будет получать? Ну, так о чём разговор-то вы ведёте? Ну, так о чём Прослоение-то никуда, все проблемы-то никуда не денутся, а то, что не написано частное собственное... Я ещё раз объясняю, ты не можешь землю скупить, понимаете? Ты не можешь скупить землю, но скупить не можешь, и всех согнать. Ну, не сгоняй. Это просто сильно напоминает историю про мусульманские банки. Процента нет, а работа точно так же. Я сейчас про банки ничего не знаю, я не знаю, я говорил сейчас про землю, понимаешь? То есть, ничего по-моему, все... И даже по большому счёту, если вот так взять богатого человека, да, в деревне, ну хорошо, условно говоря, вот есть богач, да, вот ты взял, хопа, раскулачил, все, ничего у него нету. А куда человек пойдёт за кредитом, условно, за лошадью? Тебе деньги-то не нужны, тебе лошадь нужна. А куда ты пойдёшь? Уже его нету. Какое товарищество? Какое товарищество? Тот. 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 За лошадь-то открыл. Да нет? А мы правильно понимаем, да, мы же теперь причёмся... А вот так есть, почему, если у нас в России пришла к успеху, да, с учетом Германии она относится или в Германии? Ну, прежде всего, я думаю, что во-первых, как бы, как я сказал, партийный фактор. то есть у нас всё-таки, как я отметил, как в своём докладе, у нас была действительно партия большевиков. То есть факт анимационного авангарда уже оказалось, которое, в принципе, было адекватно на уровне ситуации. Второе, у нас страна, так скажем, были целый ряд субъективных факторов. То есть, скажем, Венгрия, она была страна, мы с соседством практически изолирована, окружена другими, скажем, капиталистическими, и криталистическими странами, странами. Я напомню, что, скажем, у нас страны делали среди реальных претензий к Венгрии. Словакии и Румынии. Ну, по результату Триомрона, в принципе, от Венгрии не оставалось ничего. Но с Венгрией там же достаточно интересна была отдельная ситуация, что они патриармы не потеряли так много, что даже эгерская буржуазия и часть эгерского тварянства пришёл к выводу, что, вы знаете, в принципе, даже власть большевиков, социал-демократов, коммунистов это будет не хуже того, что будет по результатам этого первого договора и, может быть, союз Советской России это даже меньшее зло по сравнению с тем, что будет по результатам этого Триомрона. Потому что и так мы потеряли, и так мы потеряемся. И, может быть, если победить Советское Венгрия, то мы сохраним какие-то позиции как красный директорат, как управляющий это самое. Но, понятно, что если я приду к Словакии, привлечить, я приду к Румыну, то мы тоже потеряемся. И поэтому часть венгерской буржуазии, часть венгерского дворянства поддержала венгерскую революцию. И, скажем, еще один очень важный факт обминки. Это была блокад. То есть, когда произошла революция, то страны просто прекратили поставку венгерезерна. И страна была задушена оборотом. Ну, а в Германии там большой привет социал-демократам, которые, во-первых, перебили руками фрайкоров. У нас очень любят говорить, почему, скажем, коммунистическая партия Германии с демократами в 1933 году. Что, конечно, на тот момент это была ошибка. Но, простите, все прекрасно помнят, как лидеры социал-демократов организовали убийство король Денисова и Рожа Груссимович. А затем руками против фашистских ультаправых союзов, Фрайкоров, ветеранских организаций, они сначала подавили спах-татарковцев в Берлине, а потом подавили, повашенную республик, утопили её в храме. Поэтому нам надо будет в будущем ряду устроить здесь дискуссию. То есть Это действительно очень интересный опыт, и можно будет поговорить, почему так произошло, почему там, да, то, что говорит Артём, да? Вот, ну и тоже, как бы, так скажем, в той же самой Баварии, там фирма начальная класса была у, так скажем, товарищей архистики, или таких людей, которые были близко мне к вольных художникам, которые вольные в Швейцарии были. Вот, ну понятно, что первоначально, можно было бы сказать, был такой красивый арт-проект, потом, конечно, когда пришли вот коммунисты, Евгений Левин, да, какие-то ситуации. Пытались не вырвавить ситуацию, но было уже поздно. Ну, а если тогда были огромные возможности в Беларии, и там стала демократия, на самом деле в 17-м году было не две партии, как коммунисты и социал-демократы. Ну, на самом деле, Спартак – это была маленькая группа. Эта маленькая группа была внутри другой партии, а именно независимой социал-демократической партии. То есть это партия Каломского и партия Млачев-Литникова. Значит, партия, которая, между прочим, насчитывала в этот момент треть большой социал-демократической партии. И это была большая партия, это была партия, в которую ушло большое количество депутатов парламента. Это партия, которая возникла в результате русской революции. И это партия, которая, в конечном счете, за исключением, ну, может быть, пятой или шестой части, вступила в коммунистическую партию Германии. И, собственно, это и стало. Она и стала коммунистической партией Германии. Ну, за исключением буквально вот самого Глашев-Литникова, там, Каломского, которые, да, они. Нет, они остались, потому что они вернулись в коммунистическую партию. Но вот эта вот партия, то есть это, она стала коммунистической. Эти люди все. И то, что, это было огромное количество людей. И то, что они, эти люди, не поддержали восстание, не поддержали революцию в девятнадцатом году, это не какой-то, не какая-то болезнь в социал-демократии, о которой, как бы, говорят. Это, в том числе, конкретные ошибки Ливне к Телюсиму. Это, в том числе, ну, спешка, когда, как говорил Ленин, вчера рано, а завтра поздно. Ошиблись там на пять-шесть месяцев. То есть, и вот такие вещи. Ну, и в том числе. И, конечно, и буржуазия вот это сделала, между прочим. А выводы очень простые. Ленин сам говорил, если у нас Троцких убьют, меня Троцких убили летом. А они, собственно, все это сделали. И они сделали еще один очень важный вывод. То, что на армию залагаться нельзя. Они сразу отбирались на правду. Почему? Потому что они видели и опыт русской революции, где, на самом деле, армия регулярная. Она, как инструмент контрреволюции, оказалась вообще негодна. А добровольческая армия очень даже. Они сделали выводы. Сразу же отбирались на фрайку. Сразу же уничтожили все руководство лево-социал-демократов. Ну, не только же Ливне к Тюшке. И все практически. Ну, верим, сам выбор. Старик Гитл. То есть, как бы, всех. А это не какая-то это. Это просто одни, как бы, не смогли, а другие смогли. Это шахматы революции. Восстание как искусства. И в этом смысле, как бы, с германской революцией, там вот было сантиметр туда, сантиметр сюда. Ну, я имею в виду. С 19-го аж по 23-й. Возможностей было много. Ну, как вот в шахматах. Играют в локарские стены, да? В принципе, иногда однимируют. Иногда другого сильнее шахматиста. Ну, вот это, как бы, тема с германской революцией. А света, я скажу, так чудо, что они столько продержают. Революция была в абсолютно самых худших условиях из тех, что можно представить. Сейчас страна окружена державами, которые, ну, как бы, получили от нее много-огромные территориальные претензии, ну, претензии, куски земли. И они только думают, как это удержать. И они в этих условиях, там, в условии Антанта сразу встают стойку, отдали честь, значит, и готовы там воевать, и что угодно делать. И, конечно, Венгрия, как бы, ну, не выдержала этой войны, потому что, как бы, ну, война на иснощение. Они сражались героически, но просто у них не было резервов, у них не было... То есть маленький клочок земли, окруженных со всех сторон, армия, как бы. И я, как бы, хочу сказать, что были огромные революционные возможности всюду. Просто, как бы, ну, не получилось. А в Италии, в Италии революционная ситуация. Вот, как ты сказал, в Италии, на самом деле, крупнейший профсоюз страны заявил, что, как бы, он, это, как бы, доверяет, ну, социалистам, значит, это, взять власть. И социалисты стали думать, надо ли нам думать, надо ли нам брать власть, или не надо нам брать власть. И решили привести клеписцит среди, значит, это, жена профсоюза. И набрали 47% классов. Как бы, причем здесь, вообще, это, ну, как бы, знаете, да? То есть, а на самом деле, вся индустрия страны была захвачена рабочими. На юге все поместья, все антифундии крупнейшие были захвачены крестьянами. В стране не то, что была революционная ситуация, в стране просто реально же революционная была. Просто, да, и те же люди, которые через два года почти все вступили в компартию, вот, и стали революционерами, а в этот момент еще не были. А вот почему-то, а в семнадцатом году тоже большевики, которые в апреле, значит, здесь были, они тоже еще не были, значит, революционерами, готовыми взять власть и строиться, и сделать статистическую революцию. Ленин приехал, их, это, там, я пойду матросам, там, вот так вот это их, значит, стало. И они тоже смотрели, как бы менялись, а там вот не полгода прошло, а два, и не успели. А здесь, если бы два года потребовалось без Ленина, тоже не успели бы, на самом деле. В карминку не получилось, а Красного поехал на ДУ, да, собрал бы этих офицеров с Румынского фронта чуть раньше, привез бы их, это, в Питер, это две дивизии. И что, там эти павловцы и волныцы втравились бы с ними, да, они побежали бы от них бегом, эти запасные волныцы, так же, как они бежали от них, это... А, между прочим, рабочая милиция, ну, от этого вообще-то не бежала. Ну, как бы, такое дело, действительно, была революционная ситуация, ну, а что было дело? Я скажу так, добавить, ну, что, во-первых, надо отметить, что революции, которые носили антиоколориальный характер, в целом, в ряде случаев, они были успешны, это Ирландия, она частично получила независимость. В этот период произошла успешная революция в Турции, Египет получила такую полную независимость на тот момент. То есть, сказать, что все революции, которые происходили в этот момент, были полностью удачными нельзя. То есть, некоторые революционные частично связывают от этого до скидки. И я думаю, что это, в принципе, достаточно типичная ситуация для революционного процесса. То есть, вот вспомним середину 19-го столетия. То есть, большая часть революции 1848 года потерпела неудачу. Однако правительства, королевские режимы, они после этого в целом в ряде странах, в Германии, во Франции, они провели целый ряд... Да, просто это неудача, я не назвал. Ну, в смысле... Воня, например, он, конечно, третий. Ну, провели они там, начали проводить какие-то первые социальные реформы. Ну, два. Да. Вот. И затем, опять же, если мы рассмотрим по опыту и от 18-го века, и 19-го века, и более ранних эпох, то есть, из каждой десяти революций полным или почти полным успехом уменьшается одна или две революции. То есть, например, из революции 16-го, 17-го века успешные были революции в Голландии и в Англии. Из революции, знаете, на конца 18-го века это США и Франция. Вот. В 19-м веке, если мы считаем американскую гражданскую военную революцию, то она тоже стала успешной. Но в 20-м веке было гораздо больше революций. Из них успешных революций было очень много. То есть, в дальнейшем, помимо русской революции, была китайская революция и другая. И еще одна вот небольшая интервенция по поводу Италии, между прочим. То есть, что революционная ситуация там созревала гораздо раньше 17-го века, 18-го года. Я просто хочу привести цитату по поводу Красной недели, которая там была в 1914 году. Сейчас увидите. То есть, что там, в принципе, гражданская война могла начаться, ну, вот, на 3-4 года раньше. То есть, вот, 7-го июня 1914 года итальянский проект Союза начали с тачку солидарности с собачьим анархистом на сайте, обвиненным в покушении в убийство армейского офицера. В городе Антона во сняв стреляли в демонстрацию. Было убито 3 человека и несколько десятков получили ранения. На следующий день, в знак протеста против этих убийств, Союзная всеобщая конфедерация сунта, призвала начать неограниченную всеобщую стачку, которая 9-го июня приняла форму всеобщего восстания. В Милане, Японии, Венеция, Парми, на улице шли баррикадные бои. В эти дни пинетам русского не получил удар полицейский дубикой по голове. Лидер анархистов Рико Малатыш написал, что сейчас речь идет не о стачке, а революции. Долой ровнодушно, долой предатель. Долой предательствует революция. В Баллоне забасовщики разрушили полотноши, лезли в дорожки. Жители Анфоны прогласили свой город независимой коммунной. Некоторые небольшие города севера Италии, Ромена, Феррара, Марки, перешли под контроль восставших рабочих. Подавление восстания итальянское правительство бросило 100-тысячную армию. То есть это вот еще до 1917-1919 года, это год, это 1914 год. То есть все эти процессы, они, в принципе, взрывали и начинались уже в самом начале 20 века. И все это было абсолютно неизбежно. Вопрос только, где революция бы пришла в победе. Ну, как мы знаем, она пришла в победе на территории Российской империи. А у меня такой вопрос, а почему танцы полк закончился в Франции? Там издавали русские полки. Французские интервенты отвергались большинской пропаганде. Флот французский на Черном море. В общем, речи, кстати, отказался стрелять. А почему сама Франция все так в Кисло? Потому что я не понимаю, как я рассказал. То есть в Кисло было во всех странах, которые стали победителями. То есть Кисло было во Франции, Кисло было в Англии, Кисло было в Англии. Ну, она стала таким победителем, как раз Италия, она посчитала себя обманутой. То есть у них были же огромные амбиции. В итоге они получили очень-очень мало. И одной из тем итальянских национальных наристов стало, что такая победа – это хуже поражение. Кроме того, накануне этого войны теперь самое настоящее военное поражение. В 17-м году, помните вот этот знаменитый лобисик Хевенгуэля? Название просто «Прощай надеюсь». То есть в принципе итальянская армия была разбита австрицами и немцами. Но в Италии произошло то, что не произошло в России. То есть в Италию были перекинуты французские и английские и американские дивизии, и они задержали фронт. То есть в Италии стали просто остановить немцы. То есть вот в России, скажем, в 18-м году такого не произошло. То есть перекинуть на Восточный фронт, там какие-то американские и японские дивизии не смогли. Хотя какие мысли на самом деле у временного правительства были? Следующий вопрос, затем сразу возникает. Довольно популярная версия, потому что если бы Россия вот дотянула, дотянула, дотянула до конца, и хоть что-нибудь получила бы, вот не было бы в России в вашем проекте революции. Вот Италия это опять же иллюстрация того, что бы было бы, если бы Россия обратила. То есть экономика лежала бы в Рудине. Были огромные долги... Показали? Да. То есть... Поэтому нужно было это все... Затем понять то, что может быть она бы какие-то территории получила, но смогла ли она бы их освоить? Другой вопрос. Прекрасно. Что? Константинополь, да. Ну это известно, Греция получила всю Малую Азию. Это точно. Да, Константинополь тоже. И Константинополь она получила... Но чем-то для греков это все закончилось в большинстве. Меня при отвечали. То есть на этом как бы двухсот... Двухтысячелетие пребывания греков в Малой Азии... А у меня греков и за этого было? А, ну что ли, за чего? Как ты думаешь? За чего? По решению... Греция получила Константинополь и весь юг Малой Азии. Как бы на самом деле. Ну и... Послал туда армию. Послал в Вадим вступить в войну. А потом гречане им еще помогали. И французы. И французы. И греки. А то тюрка... Да, он создал армию. Векф разбил. И после этого... И гречан тоже? Не первый раз. Да. Ну... И греки бежали. И бежало все греческое население вслед за ним. То есть... И временно я думаю, что то же самое ждало бы Российскую империю, скорее всего. А так, Константинополь, это было бы греческое главное. Чем бы на русскую карту побежали. Ну, у Русской, я думаю, было бы много проблем. И в Финляндии, и в Польше, и на Кавказе, и в Иниевке. А... Результат, скорее, на 1918 год в России не было бы больше. Да. Конечно, ничего хорошего бы не было. То есть, факт заключается в том, что, действительно, вот в этот период это была глобальная мировая революция, которая захватила огромные, может быть, даже большинство стран, крупных влиятельных, которые существовали на тот момент. Оно отлала... Эта революция сыграла огромную роль на дальнейшей истории, на дальнейшем развитии событий. Вот... А тот факт, что в России эта революция еще, к тому же, победила, это сыграло огромную роль на всю историю еще 20-го века. Потому что революционный процесс, он не... Ну, наверное, если бы, вот, даже не типа проиграли в России, я думаю, что революционный процесс на какое-то время бы остановился. Вот... Но, поскольку появился важный стимул... Кстати, я не знаю. Дело в том, что... Ну, вообще говоря, ведь... Если бы мы говорим о кризисе, то, например, Великая депрессия создала опять, после вот этой краткосрочной стабилизации капитализма, после его вот этого вот... на протяжении пяти лет, семи лет, да? Который, на самом деле, так воодушевил и остановил наступление коммунизма, да? Экономика рухнула. И, на самом деле, никто это... Просто ведь, ну, как бы, вся история преодоления кризиса, да? Это история Второй мировой войны. То есть, как бы, выход из Второй мировой войны, он такой, как он случился, он просто связан с тем, что был Советский Союз. А иначе эти противоречия разрешались бы по-другому. И, на самом деле, схемы, ну, скорее всего, близки к тому, что, в принципе, Первой мировой войны. Только ситуация была еще хуже, потому что, например, в Первой мировую войну французские солдаты еще хотели воевать. А во вторую... Уже не в руке. Уже, как бы, желающих воевать вообще стало гораздо меньше. И, на самом деле, это вопрос о том, чем бы кончилась Вторая мировая война, если бы, ну, у нее этот раздел мира, как бы, между системами и так далее, составляет начинание Советского Союза. И когда-то что-то было бы в России, как сказать. Не только в России, это касается вообще-то, что было в Западной Европе. Ну, потому что, ну, как бы, на самом деле, ведь Сталин спас, ну, как бы, буржуазию во Франции, в Италии, на самом деле, где, как бы, в Италии вообще не было никаких шансов. Рабочий класс был вооружен и не имел никаких планов, вообще говоря, ну, как бы, сдавать оружие или... Ну, как бы, их разоружили, ну, как бы, ну, как бы... У Тольятти вот жену в Москве в заложниках держали, чтобы вот, значит, это... Ну, что же он за коммунист, который... Ну, вот такой коммунист, его фашист выстраивал тяжело, он, значит, лежит в полумерной стране, значит, началась всеобщая забастовка. Рабочие вышли на улицу и захватили Рим весь. Он пришел в себя после операции, ну, после наркоза, и спросил, что, значит, это происходит. Говорят, ну, вот революция. Он, значит, едет живой, выступил в параде, просил рабочих разойтись, значит... Да, да, ну, это рабочие, которые такого, блин... Блин, ну, не рабочие. Рабочие не такие, все... Ну, единственное, пожалуй, что я бы мог сказать об оправдании Тольятти и Тореза, кстати, вот, тоже, что, в принципе, и Италия, и Франция, они, де-факт, уже были оккупированы Соединенными Штатами. Ну, вот. И насколько и понятно, что бы, как только рабочие бы захватили... Почему бы американские солдаты стреляют в итальянских рабочих? Учитывая, правда, что значительная часть итальянских солдат были темы же итальянскими, да? Ну, это, да. То есть тут много вопросов сразу же возникает, это самое... То есть, скорее всего, в Италии повторился бы греческий сценарий, вот... Ну, и тогда бы, да, скорее всего, Третья мировая война уже бы достаточно быстро началась. Лучше бы. То есть, хочется сказать, что американцы сбросили бы атомную гонку не на Японию, не на Киосиму, а на Милан. Да. Дело в том, что я сейчас хочу сказать про партии. Например, вот те партии, которые в Европе, это все парламентские партии, правильно? А партия Большой Европы, она была не парламентской партией. Я, помню, изучал эту работу, что делать. И там прямо написано, где она поразила. То есть, основная задача партии, профессиональный провинционер, борьба с охраной. А кто может со спецслужбой бороться, другая спецслужба? Правильно? То есть, условно говоря, это зачаток государства, по большому счету. Не какая-то там часть политического, кусок, колеса политического. Здесь есть, здесь есть. Я думаю, что все остальные партии в России тоже в значительной степени, те же самые СССР. СССР просто из-за террористов происходили сам. Они прекрасно интегрировались в русский парламент в 1917 году. И вместе с ним интегрировались. А что касается большевиков, в дальнейшем Владимир Ильич, Ильич написал книгу под названием «Грецкая болезнь и коммунизм», где Тобби подробно объяснял, как коммунисты на Западе Таушбиле работают этими какого-то буржуазных парламент. Да и большевики были в Третьей, Четвертой думе. Вопрос от истории, к сожалению, много не запомнил. Женщина кандидата исторических наук напечатала статью. В этой статье она пишет о том, что отхождение в народ народовольцы. Почему она потерпела поражение? А потому что эти народовольцы ходили и уговаривали крестьянам бить царя. А крестьяна это не интересовало. Царь, черт его знает. А про землю, что, честно говоря, вопросы истории, все туда. Хорошо? По-разному. Нет, потому что есть еще книга Воронцова, которая на родине. И там прямо, я открыл по своей библиотеке, прямо на таком месте. Наша молодежь решила решить свои проблемы при помощи народу. Свои проблемы при помощи народу. Поэтому эсеры, они, собственно говоря, китайские крестьяна при своих задачах использовали. Почему они землю не давали потом, дом и упор? Это они только пообещали, а давать и не давали. Эсеры они, конечно, крестьянам дали. Что дали? Они не дали землю крестьянам по очень простой причине. Когда дали? В 18-м году почему они землю крестьянам не дали? Как он дал? А Ленин чуть дали. Ну, Ленин дал, а эсеры не дали. А почему эсеры не дали землю? Да по очень простой причине. Потому что эсеры, особенно правое крыло, кельмские и так далее, они думали только о том, как бы союзников не обидеть. А начни делить землю. Сразу же вся армия тут же, естественно, с фронта снимется и побежит землю делить. Почему? А потому что, если тебя нету, то поверят без тебя. И это любой крестьянин знает. Нет, дело в том, что даже в Советии предлагали, что те, которые боюют люди, все получат на землю. Да, да, да. У нас же какая-то предложение было. Потому что то, что он на него не принял, это другое дело. А мы предложения были. Нет, в данном случае, как бы я с Небошным с Алексеем. И, кстати, я напомню, что в состав первого большинства правительства, А что касается народников, то, ну, уже знаете, одна из двух половин Мусаровского так и называла «Чёрный передел». И именно ее адепты в значительной степени ходили в дерево. И естественно, люди, которые, облигация которой называлась «Чёрный передел», они, конечно, крестьянам рассказывали не про то, что надо убить царя, а, собственно, как раз про то, что землю надо переделить. Ну, крестьяне так-то с ними соглашались. Но волос все равно некоторые из них стучали. У нас там было несколько, как бы, на самом деле. То есть там действительно были такие молодые горящие головы, которые там ехали про убийство царя. Потом у них была тактика, что, да, там видевались в крестьян, вот эти все популярные истории, там раз мужиков работали, это самое. Но в дальнейшем они делали, если они совершенно иначе, то есть они поняли, что обтереться, доверие народу таким образом не получится, они-то ездили, вот как бы в землю, остановились земскими учителями, земскими врачами, то есть завоевывали уже на этом полпуще какой-то авторитет. И очень часто действуют как раз именно старотеки малых дел. То есть мы там вас лечим, мы вам помогаем, мы одновременно вас просвещаем, и вот постерепенно, например, какие-то социалистические идеи. Что уже касается самого тезиса «Убить царя», он не был популярен среди рабочих еще в 1903 году. То есть есть воспоминания. Но даже 8-го, до января 5-го года. Идем тебе оттуда. У тебя еще есть вот. Покажу. А теперь, по-другому. Степеня Кравчинский писал, что приходили люди, крестьян. В принципе, если они были адекватны и говорили более-менее адекватны, то коротко слушали. Проблема в том, что крестьян совершенно не мог понять о конспирации. То есть реально сходилась вся деревня, Реально крестьянин, которым в выступлении дома остановился интеллигент, с которым они читали книгу, естественно, звал всех, кого хотел позвать, но и там на случай уже не было проблем, а как только они пытались вводить какую-то конспирацию, исчезал масштаб. Если бы крестьянин всех добровольно, радостно выдавали и никто бы от передели не мечтал, а и так бы не судили ходивших народов. А их судили-то потому, что реальная система стала шататься. При этом в тот момент убийство царя не особо волновало. Волновала земля и другие вещи, и народников тоже. А вот когда их стали судить, и когда раз за разом это было просто истребление революционной интеллигенции, прогрессивной интеллигенции, и их массово сажали, ссылали, причем, ну, зачастую, я не за что, вот тогда уже стал вопрос о любителе царя. Процесс стал восьмидесятый год. Я еще раз говорю, это журнал «Вопросы истории», и к этому кандидату стоять еще вопросов, а не ко мне. Так как бы вот дополняем статью. Нет, ну, статья убедительна прям, потому что и другие такие вещи тоже так все. Я думаю, что представления здесь информации авториях тоже будут полезны. Еще какие-то вопросы замечательные есть по поводу мировой революции? Нет, вопрос еще. Понимаете, мне, честно говоря, иногда, мне кажется, что небольшая путаница есть. Потому что, скажем, революция – это процесс, когда решается, изменяется социальное питание общества, правильно? А в основном все подразумевают какие-то восстания. Понимаете, что тут, скажем, вот забастовка, там еще никого не убили, но это уже, как бы, они берут, ну, так сказать, заводы под свое правление. Вот это и есть революция, они, как бы, отказываются. То есть вот эти люди лишние, которые наверху, в данный момент управляют этим заводом. А вот когда уже они друг другу упуляют, ну, это просто уже такой эссс, понимаешь? Ну, хотя, а различные элементы вводят? То есть вводится это дегонарм, а вводится? Хотя упулять же никто не хочет. Нет, но дело в том, что это, собственно говоря, все почему-то думают, что восстание – это, значит, революция. На самом деле, условно говоря, в России самое главное, что были дворяне, и дворяне исчезли, правильно? То есть люди-то остались. А вот, а как дворяне, они исчезли. Правда? Вот это и есть революция, да? Уже не те были. Артём, ну вот это и есть революция. Когда просто сословие просто исчезло. А революция – это либо радикальное изменение, чем, как говорится, революция отвечает от пункта, от переворота. То есть революция – это коренное изменение либо в Настоке, либо в Уасисе. То есть либо коренным образом меняется политическая система, то есть, скажем, была монархия стала республикой, ты сам понимаешь, что, скажем, как в Англии сидели лорды, как ты говоришь, 600 лет продолжают сидеть. Вот такая революция. Вот была Велико-Английская революция. То есть лорды, вроде как, в конце концов опять вернулись. После Славной революции. После Славной революции. Ну, не так, как вот в крепостном праве, так чуть лучше. Ну, в том смысле, что, ну, так вот, ты живешь, вот эта помещика резкая решилка, да, ну, давай тебе это. Значит, вот. А после этого люди, по крайней мере, гражданские права какие-то элементарные получили. Это, конечно, в основном касается людей состоятельных, получите лиценз, там, все это такое, да. Поэтому революция буржуазная, поскольку она буржуазии касается. Но, между прочим, Англия тоже изменилась очень сильно. А Великая Французская революция? Тоже, собственно говоря, это... Как это, лорды, лорды, а не лорды, а это... А Наполеону... В Бургону-то вернулись, в конце концов, в 30-х годах, как бы... Сначала в 14-м вернулись, потом опять, да? То есть как бы... А Франция совсем другой станции. Наполеоновский кодекс и нет. Да, Наполеоновский кодекс и нет. Ну, в Англии, там, скажем, изменений было гораздо меньше. А самое главное, что произошло после авиалеволюции Пепе, все попытки вернуть абсиментизм. Они закончились там раз и навсегда. То есть вот то, что сделал, скажем, Людовик XIV во Франции. То есть установить вот эту вот феодальную диктатуру, вот эту вот, там, продерживала эта французская революция. И то, что пытался неудачно сделать карман. Да, феодальная диктатура, как бы, аксидуру. Ну, а политику там проводил интерес, как бы, о карманах и феодалах, так скажем, если можно сказать. Ну, и буржуази тоже. Ну, а кого это? А феодалам это нужно было? Сидеть в Берсале, а ты жукой, гадкий вот, как это? Тоже не нужно было. Ну, в принципе, это было для них лучший вариант, если бы их там перерезали в лидеры, там, скажем, вот, и францы, и так сказать. Ну, францы уже в меньшей степени, конечно, это и будет. А буржуази, она прямо молилась на Людовика вначале. Ну, я скажу, что... Военные подряды. На самом деле, буржуази не он, а молилась на Людовика 16-го еще в 1789 году, это самое. То есть, там, вот, а фугеры, как известно, финансировали всю культуру информацию и Карла Пятова. Да, да, да. Это, знаете, буржуази. Я скажу вам, что и не весь протендент ряд, кстати, тоже был на уровне, если вспомнить целых, ряд, так скажем, не самых. И жёсткая, это самая, как сказать, восстание тех колчакосов, которые, арабочих, которых за колчакая, это самая революция. Водкинские. 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 Так что разные тут были нюансы. Что касается английской революции, что там самая неуполтутная, что там во-первых, купцы смогли приблизиться, помимо того, что как бы с абсолютизмом там было действительно покончено раз и навсегда, во-первых, там купцы смогли войти в дворянское застойе, то есть ты мог просто за деньги совершенно реально пересетить титул. И одновременно заниматься с этим бизнесом. То есть если в Англии, во Франции это всё было очень проблематично, то в Англии быть лордом, скажем, и быть одновременно крупным купцом, то это было абсолютно нормально и системно. Поэтому лорд, эти лорды из охранительства на чёрных наставках, то есть они извято, и очень часто они что сделали? Они свою земельную, собственно, инвестировали именно в промышленную стартовку и так далее. Что, кстати, при этом не произошло во время революции Мэнси, где все пиодальные японские кланы превратились в основателей каких-то капиталистических кланов. А, кампании, да? Да. Кстати говоря, я смотрю, что сам Тевтонский орган продал свои земли в 19 веке в конце. я вложу... Ну, еще неизвестно, не деляки на тренажах. Нет, ну тут просто... Здесь я в Девтонский орган. Их фарму можно раздумать. Так это, где земли были? Земли, где земли? Нет, не шлалцы. Земли, где Девтонский орган. Так это, в тот момент, уже создавал российская империя. Я считал Советскую разоплачиваемость, но, кстати, вы знали действительно вопросы и истории, очень похожие. Традиция версии Пертонского ордена продолжается с XII века, и по ношению нет. Гитлеру, конечно, помогали, потом американский университет, финансируют антисоетские проекты. Правда в этом месте. Почему вы не думаете? Они отстаивают свои классовые интересы. Мы с уважением к этому относимся. Естественно, не простая лекция. Вот мы вас с уважением. Правда, у меня тут сам тот один знаком так даже ничего сказал. Слушай, у меня такое впечатление, что ЦРУ – это, собственно говоря, американский комитет. Он только этим и занимается. ездит по другим странам и устраивает всякие эти самые заморочки политические. ЦРУ – оно осваивает средства, прежде всего. Это, на самом деле, бизнес-проекты. Потому что это, на самом деле, бизнес-проекты. Свои люди очень делали. Они пишут большие. Они берут деньги. Они поставят. Потом пишут отчет. Но я просто это все... Перевороты-то сделаю? Ну, гораздо меньше, чем, как бы, им приписывают, на самом деле. Ну, может быть. Но они, знаете... Они, как бы, перевороты. Для того, что они, как бы... Ну, система вся американская... Ну, мы совсем не АТО. Но это, действительно, похоже на Коминтерна одним. Что, как-то, сердцем Коминтерна был, как мы знаем, университет, красный... Красный профессор. Да, совершенно верно. Так вот, также и сердцем ЦРУ, как это некоторые считают, является, значит, программа... Как она называется-то? Ну, в общем... Да, я понимаю. В общем, когда, значит, они выявляют, значит, вот это... Спасобных студентов. Да, способных студентам, значит. Ну, студентов. Везут их в гурт в Соединенные Штаты, значит, это, на полгода. Возят там по университетам, значит, это... Вот. И, в общем, это... Типа... А потом такие Саакашвили воодушевленные возвращаются. И уже, понимая, никакой ЦРУ не нужен. А они уже, как бы, это... Чью, мягкой силы. Нет. Только это нужно. День 5, чтобы он доехал, где надо сбал так. И умер в камешутке между ними. Ну, тут... Ну, между собой, если мы получим 9-11, то это тоже привезли студентов. А не без того, чтобы поехать. Я, в общем, стал бы с Каваларом. Боже мой. Я слушаю. Такое уже объяснение. Слышал кого-то сделать. Да... Как бы... Ну, не опасно. Наверное, ничего. А, еще, может, я покажу, сейчас будет смотельнейся? Да, давайте... Можем революции, я просто могу. Дон. Еще кто-то хочет подвижить? Не, я на ворсовании. Хорошо! Кто знает? Ничего не знает. А скажи, пожалуйста, о позициональности. Мне кажется, она такая загадочная. Типа. Нет. Кто в статье есть при Нидерном? Нет, нет. Нет, там не роману произошла следующая история, что не роману просто были на тот момент странно не таяны. Поскольку они были странно не таяны, они мобилизовали огромную армию, чтобы никто не дать бог, не собственно их не колесил. Они вот огромное количество мобилизованных рабочих, они не брали казармы. Кроме того, на тот момент, в 1918 году, начинается очень большая проблема со снабжением продовольствия. А не Диорланды, это регион, который с точки зрения снабжения продовольств всегда был очень уязвимым. Вот, кстати, как в окрестности Петербурга. Как вся Европа. Северная, наверное. Как вся северная Европа. Кстати, напомню, что, например, в 2004 году Диорланд был самым настоящим годом, там у него было где-то 20-30 тысяч человек просто отбор. Потому что немцы там прекратили, после того, как там начались вот эти немецкие выступления в поддержке союзника, прекратили просто прямо в столетии продовольствия. Ну, они, даже то, что поставляли, что раньше кровь не бросали, они просто закрыли железные дороги. И там было в 1944 году было самое настоящее. А в 2018 году они были на грани этого. И там вот сидели эти рабочие в казармах, там полуголодные, там семьи их тоже возбуждаются, и это закончилось как бы восстание. Ну, то есть были созданы рабочие советы, это уже, значит, пошли разговоры, что давайте, может быть, властные дни, социалистическую республику провозгласили. Ну, потом пришли социал-демократы и все среди. Ну, где же был парня Куха? Артем, тогда вопрос. А, как сказать, классовую принадежность социал-демократу? У нас есть такое определение. Рабочая партия под буржуазным руководством. Нет, ты можешь сказать, что там уже здесь сидели, и в руководстве сидели. В руководстве там такие люди сидели, которые сами-то в буржуи, конечно, не были, потому что они с детства были профсоюзными партийными бюрократами. Так сказать, как это? Как Ноский какой-нибудь, который в 15 лет стал демократским рабочим, а уже в 17 лет стал профсоюзным, ну, как это, функционером. И все оставшуюся жизнь был им. Поэтому, конечно, буржуевым, конечно, не был, но действуют они в интересах буржуазии и руководства в 20-х демократических партий, систематических. Что уж тут? Ну, я думаю, что на Европе многие социодемократы на тот момент уже действительно буржуалились, там как-то вот, Конский писал, что герп-профессор в Германии так раз, в человеческом числе социодемократ, это было достаточно частным явлением, очень один гордился. Ну, например, вот такой герп-профессор, герп-мерик. Ну, это, ну, надо сказать, об исключении, которое подтверждает право. Или, например, профессор Паги Дуг. Ну, я могу сказать, Фрейс Райни Дехан, который был поэтом, геем, уехал в Палестину, стал ортодоксальным, там, евреем, и кто-то был за страны сианистами. После того, как он выступал против сианистских миграций в Палестине, первый человек, кто-то был вообще за страны сианистами, ну, вот, по каким-то либо причинам. Он был полноченатый гаманский социодемократ. Что было в Скандинавии? В Скандинавии там тоже было целый ряд запас новых выступлений, в Нармегии было, и в Дании. Вот, прежде всего. А всего насчет Швеции, в меньшей степени я в курсе, что там происходило в тот момент, вот в Швеции там было более интересно в 30-е годы. Вообще, когда начнется то, что потом было принято называть с российским социализмом? После Велипедии только с второй половины 30-х годов. Нет, я думаю, что все-таки с 42-го, 43-го года. Я бы про 39-й нет. Еще да. Нет, они вышли, их экономика стала пойти на подъем вместе с немецкой армией, потому что, ну, немецкая железная руда, вот это все, как бы они активно торговали с Германией, и экономика Швеции очень резко пошла на подъем. А до этого у них был, как бы, ну, потому что у них социал-демократ регулировали экономику, так же, как вот, ну, была регулирована экономика в Великобритании, например. И поэтому, ну, там действительно не было вот так вот, ну, как бы. Но поэтому там была жесточайшая стагнация на протяжении 15-ти лет. И то же самое было в Скандиналии. Ну, то есть у них просто была жесткая стагнация. А потом, да, у них начался рост. И действительно факт состоит в том, что так же, как и в Великобритании, которая тоже является классической страной, ну, просто мы из-за течера об этом забыли сейчас, а на самом деле государство сообщественное благородинство – это вообще-то Великобритания. И там вот этот вот, как это, скандинавский социализм, он начал строиться, ну, вот, примерно, по тему самому. Еще чуть-чуть попозже, там, вот, и в Великобритании подъедили. И строится, как бы, точно так же, как бы, абсолютно. И то же самое, да, вот, ну, чуть позже, да, там разница, по четыре года, потому что в Швеции, ну, и в Нарвегии это и раньше чуть-чуть, но они не просто вложили по бедной стране, а еще... Пока нет в Нарвегии. Да, пока нет в Нарвегии. А Швеция, она была побогаче. И, собственно, это вот, поскольку социал-демократы, которые были в Нарвегии правящей партии, то они действительно сумели вот эти успехи, ну, деньги, которые они получали из хоккейцев, но они все время их не стоят. Там в Швеции очень просто ударило великой депрессия, то есть там были массовые рабочие выступления в 33-34 году, там вот, там расстреливаете рабочие демократы по отрасли из предметов, то есть там все было очень-очень весело. Вот потом, естественно, социал-демократы пришли, забуррали некие договоренности в 35-36 году. И после этого вот начинается период стаграции, то есть и политически, и экономически, то есть какой-то статус-клоп. Ну, а вот с этой половины 40-х годов действительно, как бы, Швеция идет на подъем. Вот за счет своих связей, там, скажем, с третьим рельфом, потом Норвегия находит нефть, ну, а Финляндия стала, как это сказать, фабрикой советского союза, советское мастерство. И там экономический подъем начался уже тоже, начиная с 50-х годов. Но при этом, как бы, ну, там сильно относились социальные государства. Почему вы на такой путь? В Европе везде. Дело в той разной степени. Потому что после введения депрессии, в общем-то, абсолютно моего большинства населения планет, стало понятно, что капитализм не работает. Особенно его в классическом негативном смысле. С другой стороны, существовал времен Советского Союза, как Магита. При всех эксцессах, которые мы, конечно, понимаем, а это, кстати, говорили уже буржуазные экономисты на тот момент, мы понимаем, да, там, значит, вот этот ужас, ужас, кошмар, однако советская экономика растет гораздо быстрее, чем все остальные экономики. и, как или и друг друга, это было бы из этого, поэтому нам нужен может быть не такой социальный социальный. Поэтому строительство социализма в той или иной степени или социального государства, это был общий тем, наверное, 70-х годов. Практически по всему миру. То есть кто-то строил социальные государства во Франции. Еще нельзя, на Кимит Трампа, в 80-х годах, говорим про анонсоциализацию БАН. Не говорим, но он, собственно, не прав. Все большие цели делали. Мы говорим про переход предприятия Швеции по дарам и читатворам. Дальше раздовольств, конечно, дело не пошло, но это тоже начало 80-х годов. То есть вот эти неолиберальные идеи, которые сейчас считаются абсолютными, всеобщими и естественно правильными, они стали всеобщными, естественно логичными и естественно правильными, относительно очень-очень недавно. Попробуй на лет 20, там 20. Ну, с ТЭК. Да, с ТЭК. Ну, сначала вот эти латино-американские... Действительно, действительно прошла такая вещь, что государство, свернувшую алгоритму, нашло в тупик. И особенность стала заметна индустриальная сторона. Ну, то есть страна, действительно, с рабочим классом, большой промышленностью, выразилось это в очень быстром росте безработицы. И, ну, при всей... при том, что государство было как социальное, то есть реально были большие пособия по безработице, но безработица в Франции, в Великобритании, она стремит на работу. И, значит, ну, как бы бизнес, он тоже, как считали либералы, он там живет весь на государственных субсидиях, значит, и, как бы, за счет, там, низкого процента судного, то есть это все, как бы, типа, это... Ну, все это, знаете, как это... Они это сравнивали как с больным, который, значит, находится в больном, вот, в реанимации, там, в трубочке, значит. А Рейган, он как говорил, да? Ну, Рейган что сделал? Польган стал попроцентным сразу же, там, это, в пять раунд. И, значит, весь бизнес, который не смог, значит, это, ну, разранится. Ну, вот точно то же самое. Так что они, значит, это, ну, это оздоровление вызывают. То есть они сказали, ну, раз это вот... Заботы не могут, они там должны и субсидии получать, налоговые льготы, чтобы рабочих нанимать. Это забытый круг. Это, как бы, приводит только к тому, что по этим чокнутым кисянцам надо печатать деньги, значит, это... Раздавать их. И это, вообще, безумие, потому что когда-нибудь эти долги придется отдавать. Тогда почему-то вот этот вопрос я беспокоил. Сейчас-то уже нет. Вот. И, значит... Ну, и, действительно, вот тогда появилась эта либеральная тема. Она сначала была, кстати, чисто академической. Долгое время. Ну, вообще, они смотрели так... Ну, довольно странно, как был он. Да, 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 да. На фильм у нас сейчас смотрели, как на Африка, долгое время. Ну, потом, да, вот ему удалось сначала, значит, в Чили. И потом, значит, он это обоял, значит, Рейган, который был такой тупой и необразованный, что, ну, действительно, его можно было. Вот. А потом, значит, вот, в Великобритании Тэтчер. Ну, и, да, и действительно выяснилось, что всех рабочих можно выгнать, и они смогут стать барменами. Ну, как бы... И они не устроят революцию, это правда? Да, не устроят революцию, проглотят, и, как бы, это, ну... Ну, действительно, это, конечно, еще совпало страхом Советского Союза, что, конечно, было ужасным, демотивирующим, дезорганизующим, ну, как бы, да... Ну, для всех есть, как бы, для, это... Ну, действительно, потеряли перспективы и так далее. Ну, да, и вот появился неолибиральный. Просто большинство стран, как бы, они, ну, активно в это пошли. Ну, потому что, действительно, казалось, что, ну, так, чисто монетаристские, прямо Британия прямо, вот, прямо поцветает. А другие страны, где стал демократы более сильнее, они ползали в это. Как там Швеция, там тоже, в основном, неолибиральная реформа, там, 30 лет. Ну, просто они делают более аккуратно, без эксцессов, без, там, это, приватизации, там, железных дорог, там, ну, таких демонстративных, там. Когда, вдруг, это, в армии, где поезда не опаздывали с 1800 какого-то года, как раз, значит, когда железда не построили, да, они вдруг стали опаздывать все время. Ну, как бы, вот удивительно, начали тоже были частные, но не опаздывали. А после приватизации частные стали опаздывать. Ну, это вот. И надо сказать, что, вот, как бы, я извиняюсь, что Алексей, как бы, вот, отметил, что был кризис кризис этой системы, и кризис этой системы, как раз пришел в 12-60-х годов. И в конце 60-х годов мы видим вот очередную революционную войну, опять-таки, глобальная революция, то есть, Франция, Италия, революция в Португалии, то есть, целая река революционных процессий, которые прошли по всему миру. Но в данном случае эволюции почти в силу, в этом случае закончились неудачно. И после этого начинается там революционная волна, вот, с Чили, вот, и дальше уже, как бы, элитанты и ориентируют. То есть, как раз, вот, подвергнутся, вот, неогенеральные системы, именно, как вот, там, революционная реакция на неудавшуюся революцию конца 60-х, 50-х годов. Почему революция, вот, 68-го года... Почему все провалилось? Да, почему все провалилось? Ну, опять же, вопрос от руководства французской и итальянской партии. Ну, всегда. Вот, и не только от руководства Советского Союза, который, так скажем, оттал за разъяку, за 111. Вот... Прежде всего, то есть, мы... А пациентской партии? Ну, вот, как бы, революцию делали никакой партии вообще. Там, как бы, у французских студентов партии толком не было. Ну, на самом деле, там беда уже не только старых партий. Это была беда и новых партий. На самом деле, как бы, и выяснилось, что... И даже тогда, когда раскисцы, наконец, получили возможность... Ну, как бы, действительно, их стали слушать впервые. Ну, миллионы людей. Выяснилось, что многим из них нечего сказать. Ну... Это такой вот феномен печали. И нельзя сказать, что они были там дураками. Мандель-то совсем не дурак. Он очень умный был, на самом деле, дядька. Я как бы, ну, в третий раз разговаривал. И он, ну, действительно, ну, ничего не скажешь. И, как бы, абсолютно не это... Ну, ну, и не реформи... Как бы, сам он, конечно, никаким реформистом нет. Он это радикал такой был. Ну, вот, при всей своей радикализме... Там, ну, как бы, вот он француз, его, на самом деле... Он умер в Берегии. И так и не получил разрешение на возвращение во Францию. Так его это, потому что там ненавидел, это... Эстеблишмент. И, тем не менее, созданная организация оказалась совершенно реформистой. Ну, вот, такое тоже бывает. Вот, к примеру, с этим самым Сейнзой произошло. То есть, вот, революционная ситуация, как бы... Да, Сейнзо существует. Да, Сейнзо, это, в общем-то, коллизия, которые были из различных раскистских там, и других радикальных план. Все, они пришли к власти, значит, революционное настроение народа, кто тоже радовал, там, за реаниментами, по-другому. Сейнзо не активировалось. Да. И они все слились резко. То есть, в принципе, как я понимаю, вот... В таких вот старых бюджетных государствах там существуют механизмы гражданского общества, о чем существует раньше. Кстати, он видел в этом одну из причин неудачи революции в 18-25-го года, начало 20-го века, который канализирует, так скажем, смягчает вот эту вот революционную энергию, он отправляет у него выданное для августа в 19-м году. Вот. И революция терпит неудачу. Хотя вот, скажем вам, были революции, которые были очень близки к победе, например, про Штубальскую революцию. Вот. Опять же, чуть-чуть неудобно, а потом, как бы, это все сошло на нем, и более радикально, какие они пошли к террористы, то есть вот эта волна, там, как раз, революция, революция. Ну, это перестри революция, конечно. А если до 18-го года, вот так, в 18-м году, там начинается гражданская война, в целом, все это было достаточно страшно, жестоко и кровавое. Деморализовало ли это другие, вот, основные партии? Нет, это не коммуниорскость. Никто этого не боялся. После первого имя войны никто ничего не боялся. Война вообще это не боялся. Угодит современного читателя. Знаешь, я тебе скажу такую вещь. Вот я считал, значит, ну, вот именно такую формулировку, когда, значит, кого-то обвинили в ужасах, значит, это, красного террора, а он сказал, говорит, человек, который видел отравление, ну, как бы, дивизией и притом, он никогда не испугается никакого террора. Ну, потому что ужас вот этого, ну, как это, тотальность вот этого ужаса, она настолько запредельна, как бы, ну, что, ну, то есть, ну, то есть, реально, когда умирает, там, десять человек, выпреплевывая легкие, значит, в течение пятнадцати минут, как бы, и это то, вот, что, как бы, было нормально для вот этой вот системы. То есть, за границей тоже никого не пугало? Нет, нет, вообще. Там вот эти люди вернулись с фронта. А они, вообще, вот это вот, это, 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 это вообще, как бы, да, это, это не вот, вот что, что, а вот ценность человеческой жизни, она, ну, после первой мировой войны, ну, то есть, ну, как бы, ну, там, даже так и будни, там, союз график противников, там, это, СВ, СА, там, строновиков, ну, там, убили, там, десять человек, убили, пять человек, взяли с третий двух полицейских, убили их, ну, как бы, это вообще, то есть, ну, это не было чем-то, это, ну, нормально, да, это было нормально, причем со всех сторон. То есть, ну, то есть, первая мировая война, она производила массовую дегитимацию насилия по герогмонизации. Вот это было очень популярное дегитимация, и белополучникам, что при Николае, так далее, там, расстреляют, там, сколько там, несколько сотен человек, так просто после первой мировой войны началась другая эпоха. То есть, то, что было до этого... То есть, Николай, до второго, считался неравным на момент своего правления. То есть, вот до первой мировой войны, он был, пожалуйста, один из самых караван, действительно, правитель своего времени. А после первой мировой войны уже другие стандарты. То есть, вот, если, не дай бог, сейчас начнут единая война, то понятно, что те, кто ее пережил, было человеческое решение не было принято со спешеной. Ну, вот, ну, не дай бог сейчас и не дай бог, не дай бог, не дай бог. Ну, на больную волну и войну, так все на стояк. Я не знаю, что я понимаю. Ну, так, я говорю, первая мировая на мировую революцию, наоборот, затормозила и вот, чтобы попала одним из факторов первого правления. Хотя, доктор Ильич, может, задушить его начать. Ну, что, наверное, на сегодняшний встречу, на нашу пенсию. Да. Благодарю. 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 Могу сколниться, я думаю. Давайте, ну, что уже, eso не работает, несмотря на то極ольное действие. Продолжение следует. Продолжение следует...